Дорогие друзья, меня зовут Никита Астраханцев и я рад представить вам замечательного басиста, участника группы Sky, Александра Дружина. Саша, привет. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. Саша, с чего началась твоя карьера, с чего началось твои увлечения бас-гитары, почему именно бас? Со скрипки. Четырехструнная секта. Занимался на скрипке с четырех лет. Потом у него преподостоял контрабас в кабинете, что он так очень сильно прикалывал. Он мне про него там рассказывал всякие приколы, что он строится наоборот, не как скрипка, а типа квартами. Потом была передача, я не знаю, ты застал, не застал, была джем такая передача по телеку. Да там Беляшихана показывали, Мистер Биг, какой-то клип. Я с батей смотрел как раз. Показывал крупным планом, у него четыре струны. О, папа, а что у него четыре струны? Это же бас-гитара. Классно. У меня скрипка, у него бас-гитара, четыре-четыре. Хочу играть на бас-гитаре. Вот так вот. Пошло, поехал, лет на 15 выпросил у родителей за 30 долларов в кремону болгарскую, вот эта скрипочка, что была акустическая. С ней уже потом, кстати, в Лиера даже поступил. Только вот, когда поступил, отец туда, ну ладно, раз ты поступил, молодец, пошли уже нормальный бас-бас покупать. Я писал с телевизора, записал концерт Майкла Джексона, показывали, что в Москве был, в 92-м году, по-моему. Вот, и там была балладка такая классная у него. Ал-бизе. Сейчас call my name, именно Ал-бизе. Мне так это вот понравился этот ход, что первое, что снял в своей жизни. Кто были образцами для подражания? Разные басисты. Когда-то увлекался там Dream Theater, понравился Джон Мьюнг. Потом понравился Кинг Кримсон, Банилевина слушал, Рока Прести, Тавара Пала. Там куча, на самом деле, все басисты, о которых принято говорить, они, в принципе, оказали влияние. Знаю, Жаку, наверное, тоже, хотя я его никогда не снимал, он для меня, если ты всегда знаешь, был, ты думаешь, что я буду снимать, все равно, для меня космос какой-то. Как у музыканта с огромным опытом, у тебя по-любому есть в запасе какие-то интересные истории, там, из туров, репетиции. Да, вот, да, ну, две такие самые, самые жесткие истории. Выключай камеру. Не, не настолько. Две истории, которые заставили меня понять, что я занимаюсь все-таки своим делом, как бы то ни было. Одна была, когда я в Нью-Йорке на концерте заснул. Ого. Да, и продолжал играть, вот это самое такое, знаешь, вот это я понял, что, блин, да, все-таки, все-таки, если я доиграю, даже когда сплю, значит, все-таки своим делом. У нас было там четыре подряд, четыре города. Это перелеты, конечно. Даже не перелеты, мы переезжали машиной, там же большие расстояния, минимальные 800 километров. И на четвертый концерт был Нью-Йорк. И вот еще перед концертом чуть-чуть вискаря, короче, бахнул. И вот так вот играю, 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 понимаешь, что, блин, хочется глаза закрыть. Закрываю глаза, играю, и потом как-то незаметно всныснули, стали снять. Микросон вот этот. Да, и только чуть-чуть начал просыпаться, когда, опа, не та нота, раз так, переставил, опять, да, можно спать дальше. И песня вот где-то на третьей, пока я проспал, мне начинает венеер в ухо звукорежиссер говорить, чтобы не спалить, что типа, что ты спишь. Он говорит, Саша, настрой бас. Мне снится вот это, да, и мне снится какой-то голос, Саша, настрой бас. Да, я просыпаюсь и понимаю, что, блин, я на концерте, меня люди снимают на телефоны. Ну, а подожди, там, закрыл глаза. Да, да, да. В образе. Да, но я не знаю, до сих пор вот не видел, что там наснимали, интересно было постоять на себе спящий. А второй случай был, вот буквально недельку назад, мы на Сфирской площади играли, когда у меня порожек трезал. Играю медиатором, и видно сильно как-то дал или шо. Короче, вот тут вот тупо посередине трещина, да, раскалывается. Так вот отпадают в одну и в другую сторону куски бриджа. Струны оказываются, ну, вот здесь, две здесь и две здесь. Я, блин, ё-моё, что делать? Ну, пацаны начали играть в какие-то балладки. Я стою, вот так вот реп учухаю, думаю, блин, что же делать? Ну, приходит в голову мысли, что надо взять запасную струну и как-то попробовать их, типа, тут собрать, чтобы она их держала. А, я видел, ты смотал. Да, связываю, но оно нифига не держит. Техник нас, Димон, подвигает, говорит, блин, чуваки, что вы не тупите, давайте не струной, давайте двумя стяжками. Сделали двумя стяжками, одной стяжкой внешние струны, одной стяжкой вот так вот, две внутренние. И, в принципе, хорошо, что я ж на этой, на Ялане играю, тюниной Алексеем Макайдой, там есть нулевой порожек. Это клево, потому что вон тут все-таки струнки лежали. Дальше вот они собрались, порадовало, что, как бы, вот никакой паники, так быстренько решение было принято, буквально за две песни вот это вот все сделали, продолжили. Расскажи о своем сетапе, твой подход к звуку. Во-первых, вот такая штука, вот вообще. Ну, тут, в принципе, все, что мне может понадобиться. Звук заходит в тюнер, конечно же, он первый стоит, после этого он отправляется вот на этот пуз. Потому что вот этот пуз, как очень многие, он очень любит стоять первым. Потому что если ставить его дальше, он начинает неправильно, некрасивый звук, короче, появляется. Если вот до него идет предусиленный сигнал, хорошо, что тюнер, у него холодный байпас, да, пропускает просто сигнал, который идет с баса прямо, он тогда работает правильно. Он звучит вот таким образом. Вот это такая вредная примочка, она... На нем много чего не поиграешь, но вот какие-то такие сольные... Вот у меня есть там пара-пара моментов в концерте, где... Еще как-то... Это с фленджером, типа, да? Это с файзером. Дальше у нас звук идет вот сюда. Это компрессор оптический, это клон Диметр оптокомпулятор, в Чернигове делает паренек, Олег Столинис. Очень-очень мне нравится этот компрессорчик, он так... Вот без него... А вот с ним. Очень мне нравится, как он работает с верхними гармониками. Он их делает такими... А, он ярче, да. Да, ярче такими, как глянцевыми. Вот я его никогда не выключаю. После этого звук идет вот сюда. Это у меня, когда в Sky я играю все такие песни небе для кик, какие-то такие рифовые. У меня всегда включен овердрайв, тут минимальный гейн. Вот грелочка. Да, гейн стоит минимальный, получается просто такой... Просто чуть-чуть жирнее делаю. Потом идет вот сюда. А, у тебя преамп, получается, середина. Да, преамп у меня стоит посередине. Он стоит после тех педалей, которые хорошо, вот чтобы они стояли до него. А есть педальки, которые уже не очень хорошо, когда они до него стоят. Вот они стоят уже после него. После преампа вот очень мне нравится. Эден вот этот, он прикольный. Вот из него опять. И вот с ним, видишь, пожирнее делает. После него идет вот сюда, да, на Октавер. Октавер у меня работает в режиме, когда только Grow. У меня тут самая низкая вот эта его составляющая включена. Да. Чуть-чуть сухого сигнала я даю. Герт вот этот, я его выключаю полностью, потому что мне не нужна вот эта средняя полоса, как это вот. Ага. Я ее прибираю и ставлю только вот такую штуку. Вот такой, как синтюк прям получается. Да, он получается синтовым, таким, как синусайдальная волна. И его прикольно совмещать с другими. Вот сразу после него идет вот этот blowtor, чем XR. фузи. И получается, да, вот так вот. После того Flanger, у меня идет недавно, кстати, у меня буквально два концерта на нем. Вот работа. Кстати, прикольный эффект, он тоже синтюковый. Да. Да. Всегда хотел Flanger. Причем это, это BF-2. Не знаю, наверное, давным-давно их не делал. Там уже есть BF-3, BF-4. По звуку мне больше вот это все нравится. У него нет вот этого для баса отдельного, для гитары. Вот. А вот это некоторые гитарные примочки классно звучат. Да, 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 да. Вот у меня гитарных примочек несколько. У меня вот Flanger этот. Сейчас еще дойдем. Вот Phaser, Phaser 90. Это Эдиван Халлина. Фазер. Да, это же вот. 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 Вот такой Flanger. Потом хорус. Точнее даже это не хорус. Называется PA Customs. Короче, это дилей вообще. Но он с модуляцией. Но как дилей я его не использую. Хотя можно прикольные штуки делать. Можно вот, например. Можно его вот так вот. Ну, я такого не делаю, но прикольно. Вот. Такая штука. Но я его использую как хорус. Вот. Когда в режиме модуляции просто выкручиваю, полностью удаляю дилей. Ни-и-и. Ни-и. 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 Боссовский хорус он так себе. У меня там такими какими-то восьмидесятами. Такими какими-то восьмидесятами. Вот. Тоже очень мне нравится. Именно вот Ван Халлен мне что-то понравился. Он. Вот фаз девяностый классический оранжевый. Он, когда его нажимаешь, он бустит сигнал. И он таким ему делает более грязным посередине. Этот же более чистый. И он его не бустит. То есть остается сигнал на том же уровне, на котором был. И мне как раз то, что мне нужно. А вот процессор, ты одно время его, помню, использовал? Только его. Процессор я использую. Значит, у меня потом идет сигнал вот сюда. Эта педалька, она не подключена к сети. Электрогармоник с Октави. Он мне нужен для того, чтобы разделять сигнал. У него есть два выхода. Один идет сюда на процессор, а второй в комбик сразу уходит. С комбиком нужен микрофон. Как с плитером. Да, да. Он сплитером является. Уходит сигнал вот сюда на комбик, снимается там микрофоном. Все. А здесь отсюда идет со второго канала на процессор. И здесь я использую эмуляцию комбика тоже. Но 50 на 50. И отправляю на пульт вот такой линейный сигнал. Тут эмуляция СВТ-шного, СВТ-классика, по-моему. Ампега. Получается чистый сигнал. Без эмуляции. Вот. А, да. Ты сейчас, ты сейчас отсюда не услышишь. Потому что отсюда он идет до процессора. Получается, что как бы виртуально мне приходит на пульт три сигнала. Сигнал вообще чистый, только после педалей. И отсюда разделенный 50 на 50 линейный просто сигнал. Сигнал и сигнал с эмуляцией. Получается как бы два с комбика снимается микрофоном. Отсюда эмуляция другого комбика и линейный сигнал. Вот такие вот. И на выходе получается из трех миксов. Как бы да. Как бы да. В пульт приходит два, но я здесь уже как бы два свел. и третий приходит в пульт. Получается, да. Три виртуального канала приходят. Вот. Интересно. Такой мой сетап. Отдельные просто с блогом посвечивали. Да. А инструментами нет. Джен Элька вот это очень классно. Это 85 года. SB1. Еще вот башка у него еще старая. Потому что там же его когда-то вроде есть такой слух, что Лео Фендера засудил мюзикмен. Да. Когда он ушел с мюзикмена. Да. Он вот скопировал вот эту вот форму головы у него. Просто получается, да. Если вот сюда один колок поставить. Получится мюзикмен. Да. Получится мюзикмен. Они его там типа засудили. И после этого он, Лео Фендер стал. Он типа, говорят, что это фак. Потому что, да. Потому что тут вот эта вот штука. Это как бы фак показывает мюзикмену. Вот тут еще до этой штуки. До фака. Я его покупал. Мне там что-то там говорили, что это 83 года. Но я снимал гриф. Там стоит штамп что-то 85. Ну как бы не такая уж большая разница. Все равно интересно. Тут у меня битюна. Который мне не пользуется. Дерево ольха. Клен. Понятно, да. Холодный гриф. Очень громкий. Как для пассивного инструмента. Очень громкий. Он реально звучит на уровне с активными басами. И есть. Фендер джаз бас делюкс пятиструнный. То есть. Предпочитает, что так получите. Да. Честно говоря, да. Хотя смотря для чего. Если надо прописать там попсу какую-то сыграть. То лучше конечно пятиструнный. Больше. Да. Больше годится. Если я иду на студию кому-то что-то записать. Я беру все-таки пятерку. Но тоже все зависит от того, что я писать. Да. Делюкс фендер пятиструнный. Вудсток. У меня есть типа как Fender Precision 51 года. Это Precision у которого один сингл. Сингл Lindy Friend. Стоит тоже дерево ольха. Клен. А. Тоже да. Холодный. Холодный. Без накладки гриф. Классическая схема. Да. Такой типа вот. Ну как у Stingo. Он прикольный. Я. Это единственный бас на котором я забираю полностью. Когда играю тон. Да. Вон там стоят. А. Не. Сейчас не гладкие. Вообще раньше стояли гладкие струны. Сейчас стоят обычные. Просто тон забираю. Прикольно будет получается. Когда выводишь полностью тон слишком много верхового. Ну я предлагаю. Тебе сыграешь что-нибудь? Ровесь дальше? С sacrей части пах tweакл. На elephant не. Тебе came. И criticал в пальцах грифток. По второму мне проверьте. Поแตа прикольная камера. П Wright по точке шэпъемская схемаicy. По второму мне пол как углечение. veh forward cigarная камера. Эта карта Sherlock из флан Гаэра. Оно расстдаёт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!